Сегодня с вами говорим про защиту от метаболического синдрома и что важно. У многих есть он и даже у меня есть. Я просто расскажу свои лайфхаки, возможно они помогут вам или кому вы хотите помочь. Я скажу так, метаболический синдром уносит жизни. И уносит, потому что сосуды, суставы, мозг из-за этого страдают не только печень и другие органы, особенно страдает мозг из-за метаболического синдрома. И защитить себя можно в течение всей жизни, то есть это не одним делается, а просто нужно понять, что полное безумие строить рацион на пустых кашах, есть йогурты с фруктами на полезный перекус. Это просто шок-контент из разряда «дама-диабетик готовит правильный завтрак себе и мужу». Просто кашка, себе там пустой пшенной каши с медом, кофе запили, все такие счастливые пошли в зал. Ну как бы я не понимаю такого лайфхака вообще ни разу. Лучше вообще не ходить в зал, просто сидеть дома и делать свои тарелки и быть более здоровым. Просто, ну просто, короче, просто накипело. Ладно, сейчас сама выдохну. Я с детства борюсь с метаболическим синдромом и понимаю, что это на всю жизнь та история, которая, в принципе, дана нам всем. Но у некоторых это просто проходит молча. Они не понимают, что ни один прием пищи не должен быть гиперкалорийным. Из разряда «ну что бы бомбануло меня прям вот так вот, вот так вот бомбануть, но от работы, от целей, от того, что вы проплыли там в нормальном темпе, от того, что вы заработали лишние там 100 тысяч, потому что вы молодец. Не потому что, ну, как бы потому что. Соблюдайте принцип инсулиновой кривой. Утром и днем мы просто можем себе чуть-чуть позволить. Но некоторым не надо загружаться ничем. Ни белком специально, ни клетчаткой. Вы должны сами себя отслеживать. Если у вас есть проблемы с желчной, вообще посмотреть мои видеоролики. Отменить монодиету, чтобы не нервировать организм просто своими какими-то пустой гречкой, творожком каким-то. Это не то, что неразумно, это больно. Соблюдайте режим питания. Эта мера просто существенно снижает уровень кортизола. Значит, положительно влияет на инсулин, потому что оба гормона тесно связаны между собой. И, конечно, гарвардская тарелка, никто ее не отменял. Но не завтракайте и не ужинайте поздно. Тренируйтесь. Я считаю, что это вообще та вещь, которая необходима. И важное дополнение к пище. Это пробиотики, это магний, обязательно. Это хром, если вам доктор там выпишет. Рыбий жир, альфа-липолевая кислота, антиоксидант, помогающий превращать глюкозу в эффективное топливо. И плюс некоторым барбарин. Но это тоже лучше с доктором. Я рассказываю про свои. Выхаживайте свою тревогу, стресс. Соблюдайте режим питания, комфортный для вас. Белок, жир, клетчатка в каждый прием пищи. Не надо делать кашу с фруктами или там кашу с фруктами, с йогуртом, баранью ножку. И запить это все кока-колой, чтобы просто вывести из себя эту всю дичь, которая просто не допереварилась. Вот это я просто, знаете, вспоминаю свою молодость и рассказываю вам даже по памяти, что это все происходило. Пробиотики важны. Бактерии улучшают метаболизм глюкозы и ее уровень натощак. Я говорила, какие пробиотики можно покупать и что это дает вам. Вот пишите свои вопросы, я отвечу и дам вам обратную связь.